и обычно сразу же переводят на русский язык и все разбирают интервью такера когда он сам как бы на своем канале рассказывает это все своей программе а это он давал интервью другому американскому журналисту которого зовут лекс фридман ну как американский журналист еврейской национальности тоже этот лекс фридман но он считается таким как бы правым да но его начать во первых это интервью просмотрела более 4 миллионов человек уже посмотрела это первое интервью которое такер карлсен дал после возвращения из россии то есть он первый первый раз как бы наконец рассказал а вот эта встреча с путиным ну и тут как раз же навальный короче это сама привалился слегка прилег вот и все это один к одному и короче говоря пошли такие уже слухи что такер якобы в этом интервью переобулся и якобы он начал критиковать то что сказал наш владимир владимирович по поводу геноцификации даже уже пошли разгоны такие что атакер раскритиковал путина что он не понял что за геноцификации один из цификации это все вообще какая-то чушь и вот такой разгон я уже видела даже в русскоязычных источников но либеральных естественно поэтому я хочу просмотреть это видео сама с вами да и я потом разбор выложу на канал хочется узнать что там на самом деле он сказал и как раз вот я говорю вот с навальным все это произошло такер еще не говорил свое мнение и очень много просмотров и 37 тысяч комментариев до почти 38 тысяч комментариев потом мы почитаем эти комментарии как я прошлый раз зачитывала переводила так что мы посмотрим что тут на самом ли деле такер переобулся и негативно все рассказал про интервью с путином ну посыл был такой что в россии он не мог критиковать все что он говорил с владимир владимировичем да а когда он вернулся как они сказали на безопасную территорию в россию то он якобы сразу же мог честно сказать и он значит высказал якобы негативно поэтому значит я его перевела мы его начнем смотреть вот кто потянется то потянется а кто не потянется посмотрят тогда уже в записи до вырывают слова из контекста то что я прочитала первых его перевод как они перевели этот кусочек переводила одна дама которая у нее канал якобы такой против против глобалистов но она в то же время на против глобалистов но тоже временно почему-то ненавидит путина хотя живет в италии рассказывает что она пророссийская но у нее вся очень проновальная политика скажем так то есть это либералы они могут и она лично перевела не переводчик переводила она переводила сама но я слышала за ее переводом разговор на английском и тут знаете тут как бы можно трактовать вот этот ее перевод очень вольно то есть можно как бы саму интонацию повернуть и так и повернуть и сяк то есть я как говорится что-то не доверяю ее переводу вот эти вот вырванные из контекста слова что такер переобулся и он раскатиквал путина мне вообще-то очень не понравилось я кстати этот кусочек что вот этого перевода как она перевела я выставила на телеграм-канале на своем телеграм-канале на нашем на канале на канале техассы в россии в телеграм-канале выставила если мы посмотрим вот это видео а потом сравним с тем что как перевела она меч это кажется тут совсем все не так как она сказывается но начинаем смотреть я сама не видела мне очень интересно посмотреть первое громкое интервью 4 миллиона просмотров начинаем он сказал очень конкретно в зависимости от того какие вопросы вы зададите путину вас могут арестовать или нет и я сказал послушай что ты говоришь ты хочешь сказать что правительство сша как бы контролирует мои вопросы и они арестуют меня если я задам неправильный вопрос например чем мы лучше путина если это правда убийство навального во время мюнхенской конференции по безопасности в разгар дебатов о выделении в украине 60 миллиардов долларов может быть русские просто тупые я совсем не уловил этой атмосферы я не думаю что мы убиваем людей в других странах чтобы повлиять на результаты выбора о подожди нет мы делаем это часто и делаем это уже 80 лет ниже приводится беседа с такером карус например вот они даже он взял этот перед началом интервью вот этот тот лекс фридман который ну такой известный такие такой скажем блогер да то есть он даже вот самаре вот это сделал ну маленькую самаре как сказать маленькую как бы она она анонс того что будет дальше в этом длинном интервью это даже этот кусочек можно вырвать до из контекста и уже сказать что такер сказал так и так а он сказал что это так вот говорят и говорит пресса но а мы разве не не ввязываемся военные действия чтобы выборы какие-то там повлиять на выборы а можно отрезать кусочек и получится что он сказал да мы мы не вязываемся мы так не делаем да то есть вот такую как бы можно бред а ты видел уже интервью такер не согласен с выводами путина из его же собственного исторического экскурса поэтому американцы сами отпачковали великобритка не как все пари как сепаратисты но я буду разбирать я думаю что я свое мнение буду вставлять как бы там где какие-то вопросы такие спорные да то есть я как бы буду останавливать видео а я буду говорить свой комментарий ну в общем начинаем смотреть карлсон не влиятельный и часто противоречивым политическим комментатором когда он работал на телеканале fox журнал тайм назвал его самым влиятельным консерватором в америке после фокса он продолжал давать большие впечатляющие интервью и вести шоу на канале x в подкасте такер карлсона и на канале такер карлсона ком я рекомендую подписаться даже если вы не согласны с его взглядами всегда полезно изучить разнообразие точек зрения ой ну кто там не согласен с его взглядами каково было ваше первое впечатление когда вы встретились с владимиром путином для интервью мне показалось что он нервничал и я был очень удивлен этим и еще я подумал что он похож на человека который немного все обдумал и у которого есть план и я не думаю что это правильный подход к любому собеседованию у меня сложилось твердое убеждение что после того как я провел много собеседований в течение длительного времени лучше знать что ты думаешь и говорить как можно больше честно чтобы не запутаться своей собственной ложью и просто для того чтобы быть самим собой а я то думал что он взялся за это дело как самый подготовленный ученик и я все время думал почему он нервничает но наверное потому что он думал что это увидит много людей но вероятно он также был готов преподать тебе полноценный урок истории как он это сделал ну что же я был совершенно шокирован этим и очень раздосадован потому что думал что он занимается флибустьерством я так и думал что он так и поступит я имею в виду я задал ему как обычно самый очевидный и глупый вопрос на свете а именно зачем ты это сделал и он произнес речь которую я думаю стоит прочитать я не говорю по-русски поэтому не слышал ее в оригинале но он сказал что в момент начала войны он обратился к русским с этим обращением в котором объяснил как самый полный масштаб который мы видели до сих пор зачем он это делал в своей речи он сказал я боюсь что НАТО, Запад, Соединенные Штаты и администрация Байдена предпримут превентивную атаку на нас и я подумал что же это интересно я имею в виду что я не могу оценить является ли это страхом основанным на реальности или же это страх основанный на у меня параной но я подумал ну что же вот и ответ на этот вопрос и вот я упомянул об этом в своем вопросе и вместо того чтобы ответить на него он пустился в длинную с моей точки зрения довольно утомительную речь о величайших хитах российской истории и я подумал что подразумевается следующее ну что же Украина наша или восточная Украина уже наша и я подумал что он делает это чтобы избежать ответа на вопрос так вот последнее чего ты хочешь когда берешь у кого-то интервью это чтобы тебя раскрутили а я не хотел чтобы меня раскрутили так что я пару раз перебивал его как мне показалось вежливо но он этого не хотел и тогда я подумал знаешь что я здесь не для того чтобы доказывать что я отличный интервьюер это как бы не про меня я хочу знать кто этот парень я думаю что западная аудитория глобальная аудитория имеет право знать больше об этом парне тут как бы почему он оправдывается я думаю о Такер в том смысле потому что очень много вышло потом комментариев западных СМИ ну просто буквально взорвалась да вот вся медиа сфера и США и там Британии и так далее именно в том плане что он очень легкие вопросы задавал Путину да он типа потому что ой Такер вообще его не спросил ничего сложного он и про Навального не спросил и там не спросил побольше рассказать почему он напал на Украину и в общем он не агрессивно вел он очень мягкий ну и потом Путин тоже сказал да что было мягкое интервью вот он оправдывается он говорит что я просто хотел ему дать самому рассказать все поэтому просто должен rat и просто дать ему высказаться Оглядываясь назад я думаю что это было очень-очень интересно независимо от того согласны вы с этим или нет считаете ли вы что это имеет отношение к войне в Украине или нет это был его ответ И поэтому он по своей сути важен. Ну что же, вы сказали, что он нервничал. А вы нервничали? Вы боялись, что это говорит о Владимире Путине? Я совсем не боялся и совсем не нервничал. Ты заранее выпил чаю? Нет, я употреблял свой обычный режим, никотиновые пакетики и кофе. Нет, я не люблю... А никотиновые пакетики, это... Ну, если я понимаю правильно, это патчи, которые на руку прикладываются, ну, в принципе, для того, чтобы бросить курить. Я как бы не знала, что Такер курит или бросает курить, но если он эти патчи... Использует патчи, которые... Наклейки на руку, то непонятно, зачем он... Что он курил он, что ли? Я никогда как бы даже не могла подумать, что Такер курил или курит. Стараюсь не есть все сладости, которые они кладут перед нами. А это значит, что моя слабость есть всякую дню. Но ты ешь много сахара, как ты знаешь, перед собеседованием, и это вызывает у тебя скуку. Так что я успешно сопротивлялся этому. Но нет, я не нервничал. Я не нервничал все время, пока был там. С чего бы мне нервничать? Мне 54 года, мои дети выросли, я верю в Бога. Я почти никогда не нервничаю. Но нет, я не нервничал. Мне просто было интересно. Я имею в виду, я просто не мог. Я интересуюсь советской историей, я изучал ее в колледже. Я читал об этом всю свою жизнь. Мой отец работал во время Холодной войны. Это была постоянная тема для разговоров. И поэтому, находясь в Кремле, в комнате, где Сталин принимал решение, будь то решение военного времени или решение об уничтожении собственного населения, я просто не мог прийти в себя. Мы были в старом кабинете Молотова. Что касается меня, то я был просто потрясен этим. Я думал, что много знаю о России. Оказывается, я много знал о советском периоде, о судебных процессах 1937 года, о голоде на Украине. Тут я хочу добавить то, что в Америке Сталин считается просто чудовищем. Просто чудовищем. То есть то, что у нас совсем другое отношение к Сталину, и очень много к личности Сталина было добавлено грязи, которая на самом деле не существовала. В Америке невозможно. Любой даже мы считаем, пророссийский, возьмите какого-нибудь блогера, или там, вроде мы считаем, человек, который знает вообще историю России, который там, ну там, интеллигентный. У них Сталин был монстр, который половину России запрятал в ГУЛАГе, и убил полу России этот Сталин, а остальное население еще Украину заголодоморил. Вот это такое вот у них мнение. Поэтому слово Сталин для них, это просто, ну, а мы были несчастные рабы, которые еле-еле там выжили при Сталине. Я говорил об этом довольно много, но на самом деле я ничего не знал о современной России. Оказалось, что я знал меньше, чем... Но да, я был просто поражен тем, где мы оказались. И это в некотором роде одна из главных движущих сил на данном этапе моей жизни. Понимаешь, именно поэтому я делаю то, что делаю, потому что мне все интересно. И я хочу увидеть как можно больше, насколько я могу, и стараюсь делать из этого выводы в той мере, в какой я могу. Так что... Я был очень увлечен. Ну нет, я не нервничал. Я не думал, что ему понравится, что он убьет меня или что-то в этом роде. В любом случае, я этого не особенно боюсь. Ты не боишься умереть? На самом деле нет. Я опять же хочу сказать, что это зависит от возраста и этапа в жизни. Я имею в виду, что у меня четверо детей. Так что были моменты, когда они были маленькими, и я боялся умереть. Потому что если бы я умер, это имело бы огромное... Кстати, если вы не знаете про личную жизнь Такера, Такер женился на девушке со своего класса. То есть они были так называемые high school sweetheart. Они учились вместе в школе, познакомились там. Хотя Такер вообще как бы из очень богатой семьи. И у него родители относятся к ЦРУ. То есть родители у него работали в ЦРУ, как, кстати, у Алекса Джонса. Поэтому он сам, кстати, правильно Путин сказал, что, насколько я знаю, вы тоже пытались попасть в ЦРУ, его не взяли. Учился он тоже, по-моему, в Гарварде, если не ошибаюсь. Но с женой он уже лет, наверное, 40 вместе. Может, 30. Но очень давно. Потому что это была девушка еще с его школы, на которой он в итоге женился. И вот это вот его родственники, которые работали все время в ЦРУ, все время на него бросает тень. И постоянно, как бы, в конспирологических кругах США постоянно ходит вот эта вот, как бы, мулька, а может быть, он агент ЦРУ, как бы, под прикрытием, а придумывается, что якобы он журналист, а сам он агент ЦРУ. Умные последствия. Но нет, я имею в виду, что на данный момент я не хочу умер, и тельно наслаждаюсь своей жизнью. Но я живу с одной и той же девушкой уже 40 лет, и у меня четверо детей, с которыми я очень близок. Сейчас мне 5 лет, и у меня есть невестка. И я люблю их всех, я действительно близок с ними. Я говорю им, что люблю их каждый день. У меня была действительно интересная жизнь. Какова была моя цель? Просто сосредоточься на этом. Какова была цель этого интервью? Например, что ты об этом думал? Как ты представляешь себе успех в своем воображении, ведущий к нему? Чтобы получить больше информации. Лекс, просто информацию? Для широкой публики, да, вот и все. Я имею в виду, что у меня действительно сильные чувства по поводу того, что происходит не только в Украине или России, но и во всем мире. Я думаю, что мир меняется к худшему, чем Соединенные Штаты. Я не думаю, что большинство американцев вообще осознают это. Так вот, таково мое мнение. Я заявлял об этом много раз, потому что это искренне, но моей целью было донести больше информации до Запада, чтобы люди могли сами принимать решение о том, является ли это проблемой. Хорошая идея. Я имею в виду, что, наверное, я отвергаю всю предпосылку войны на Украине с точки зрения американцев, которая заключается в том, что небольшая группа тупых людей в Вашингтоне решила сделать это по причинам, которые они толком не объясняют. И ты не играешь в этом никакой роли, как американский гражданин, как человек, который платит за это. Чьи дети могут быть призваны бороться с этим, заткнуться и подчиняться? Я просто... Вот то, что он говорит, чьи дети, тут имеется в виду, что в США есть такая система драфтинга. Драфтинг — это когда жеребьевка. Могут призвать на войну по жребию. Так, например, отправляли на войну во Вьетнаме. То есть не просто там, у тебя там какой-то возраст, ты должен идти там или по каким-то другим причинам. Там просто жеребьевка. И, соответственно, просто вытаскивают, ну, случайным образом кого-то. И этих людей могут призвать. Вот. Ну, кто побогаче, типа Трампа, они, конечно же, откупятся, чтобы не участвовать в этой жеребьевке. Даже если его вытащат, он скажет, я там боли... Ну, как будто на Украине, та же самая песня. До сих пор все Трампу тыкают, что якобы он отмазался в свое время от войны во Вьетнаме, хотя вроде как его призывали. Я думаю, мне кажется, что я дитя другой эпохи. В какой-то степени я дитя демократии, основанной на широком части, где твое мнение как гражданина не имеет значения. И я думаю, что уровень лжи по этому поводу начинал сводить меня с ума. Я уже говорил, и повторю еще раз, что я не являюсь экспертом по регионам, по сути по любому региону, кроме, скажем, западного МН. Я просто не знаю, понимаешь, я не русский. Но для меня было очевидно, что нам лгали таким образом, что это было просто безумие, масштабы лжи, и я приведу тебе только один пример. Идея в том, что Украина неизбежно победит в этой войне. Так вот, победы никогда не было, поскольку она никогда не определяется точно. Ничто никогда не определяется точно. Что всегда говорит о том, что в основе заявления лежит обман. Но Украина находится на грани победы, ну, я не знаю. Я имею в виду, что вряд ли я являюсь тактиком или военным экспертом. В пятый раз повторяю, я не являюсь экспертом по России или Украине. Я просто заглядываю в Википедию. В России проживает на 100 миллионов человек больше, чем в Украине. На 100 миллионов больше. Она обладает гораздо большим промышленным потенциалом и военной техникой, чем все страны НАТО вместе взятые. Например, Россия производит артиллерийские снаряды, которые играют важную роль в наземной войне в соотношении 7 к 1 по сравнению со всеми странами НАТО вместе взятыми. Это касается всей Европы. Россия производит в 7 раз больше артиллерийских снарядов, чем вся Европа вместе взятая. Это удивительный факт. И это оказывается действительно важный факт. На самом деле, это действительно важный факт. Но если вы спросите среднестатистического жителя этой страны, даже достаточно хорошо информированного добросовестного человека, который просто пытается понять, что происходит, кто победит в этой войне? Ну что же Украина победит? Они на правильной стороне. И они думают, что это потому, что наши СМИ, которые на самом деле просто служат интересам правительства США, и точка в этом смысле, они являются государственными СМИ, говорят ему об этом уже более двух лет. Прошлым летом я был в Венгрии и разговаривал с премьер-министром Виктором Арбаном, который, знаете, что бы вы о нем не думали, он очень умный парень, очень сообразительный парень. Он настолько умен, что мы не привыкли видеть его в наших лидерах. И я спросил его за кадром, так что Украина победит? И он посмотрел на меня так, будто я ненормальный, или у меня врожденный дефект. Они победят? Нет, конечно, они не могут победить. Это крошечная страна по сравнению с Россией. У России экономика военного времени. На самом деле у Украины нет экономики. Нет, посмотри на население. Он посмотрел на меня. Да, но при этом, когда начиналось СВО, все эти средства массовой информации трубили только то, что России санкции помогут, санкции развалят экономику, русские будут голодные, они выйдут на Красную площадь и просто сметут Путина. Вот так был разговор. А потом они говорили, что очень быстро закончатся всякие там чипы, микрочипы, разные там части, которые из Запада посылали или закупали. И Россия не сможет производить ничего. Потом пошла рассказ о том, что закончатся там завтра, там закончатся такие-то ракеты. Потом они никак не могли закончиться. Потом такие ракеты закончатся. Потом какие-то снаряды закончатся. И вот это вот муссировалось. Вот сколько я жила первый год во время СВО в США. Любой, вот включишь канал, любой, CNN, CNBC, даже на Fox News, вот кроме Такера, все остальные лили вот эту вот, вот эту лапшу постоянно лили на уши американцам. Но ничего не получилось. Обычные американцы сейчас, они все прекрасно знают, что на самом деле происходит. Я как на идиота. И я сказал ему, я думаю, что большинство американцев верит в это, потому что NBC News, CNN и все новостные каналы говорят им об этом. Потому что это изложено исключительно в моральных терминах, и это Черчилль против Дикта. И конечно же Черчилль в конце концов одержит верх. И это настолько нечестно, что даже не имеет значения, чего я хочу, или что, по моему мнению, должно произойти. Это искажение происходящего. И если у меня вообще есть какая-то работа, которой на данный момент у меня вроде как нет, но если у меня есть работа, то только для того, чтобы просто стараться быть честным. И это ложь. Существует более подробная дискуссия о том, как может выглядеть победа. Это точно. Подробной дискуссии не ведется. Но Украина может, цитирую, победить с помощью Соединенных Штатов. Я думаю, что этот разговор нужно начать с определения терминов. И ключевой термин здесь победа. Что это значит? Мир, прекращение огня, кому какая земля принадлежит? Да. Я сажусь за стол переговоров с тем, кого ты называешь родителем, Соединенными Штатами. Да. Я использую рычаги воздействия на переговоры, чтобы обеспечить справедливость. Аминь. Ну, конечно, и я должен просто повторить, что я не увлечен в это эмоционально. Я американец во всех смыслах этого слова. И мой единственный интерес – это Америка. Я никогда отсюда не уеду. И поэтому я смотрю на это исключительно с нашей точки зрения. С точки зрения того, что для нас хорошо. Но я также, как человек, как христианин, я имею в виду, я ненавижу войну. И по моему мнению, любой, кто не ненавидит войну, не должен обладать властью. Так что я полностью согласен с этим определением. Победа – это все равно, что не убивать целое поколение своего населения. Это не значит быть полностью уничтоженным, чтобы быть съеденным Блэк Рок или тем, что будет дальше. Так что да, полтора года назад мы были близки к этому. И администрация Байдена направила Бориса Джонсона, бывшего на короткое время премьер-министром Великобритании, чтобы остановить это и сказать Зеленскому, которого, кстати, Но это он говорит о тех переговорах в Турции, которые были, что в Стамбуле, что могли заключить мирное соглашение, буквально там шесть недель было с начала СВО. Мне жаль. Потому что он зажат между этими силами, которые значительнее, чем он сам, чтобы сказать «нет». Ты не можешь прийти к какому-либо соглашению с Россией. И результатом этого не стала победа Украины. Просто погибло еще больше украинцев, и Запад получил большую прибыль. На мой взгляд, это моральное преступление. И я попытался спросить об этом Бориса Джонсона, потому что почему бы мне этого не сделать, после того, как он осудил меня как орудие Кремля или что-то в этом роде, и он потребовал от меня миллион долларов за то, чтобы поговорить со мной. Лекс, о, вау. И это случилось только на прошлой неделе. И, кстати, в письменном виде я тоже не собираюсь этого делать. Просто для протокола ты потребовал от меня миллион долларов за то, чтобы поговорить со мной сегодня. Я так и сделал. И ты заплатил? Нет, я, конечно, шучу. И я сказал его парню, я только что взял интервью у Путина, который был широко известен как плохой парень, и он сделал это бесплатно. Он не требовал миллион долларов. Он занимался этим не ради прибыли. Ты что, хочешь сказать, что Борис Джонсон еще больше... Борис сказал что-то совсем... Борис Джонсон что-то уже упал ниже Плинтуса. Простите, еще за интервью, да, наглая морда. Его бы так распиарил бы Такер, а он еще миллион долларов попросил. Думаю, там вообще... ...ли подлый человек, чем Владимир Путин. И, конечно же, в этом и заключается суть послания. Так вот, я думаю, что на самом деле речь идет не только о том, что Борис Джонсон печальный хищный мошенник, которым он очевидно и является, но и о будущем от Запада и будущего Украины, этой страны. Мы якобы так сильно заботимся о том, что все эти люди умирают, и нам нравится, чем закончится игра. Это также ненормально, что я не представлял и не представляю, что я мог бы добавить что-то очень значимое к разговору, потому что я не гений, ясно? Но мне казалось, что я мог бы по крайней мере разоблачить часть лжи. И это неотъемлемое благо. Владимир Путин после интервью сказал, что он не был полностью удовлетворен. Потому что ты был недостаточно агрессивен. Ты задавал недостаточно острый вопрос. Прежде всего, что ты думаешь о его словах? Я этого даже не понимаю. Мне кажется, это действительно похоже на единственное заявление Путина, которое западные СМИ принимают за чистую монету, все остальное, что говорит Путин. Ложь, за исключением его критики в мой адрес, который является правдой. Но я имею в виду, что понятия не имею, что он имел в виду под этим. Я могу только сказать тебе, что моей целью было, как я уже говорил, не делать это из-за меня. Я наблюдал за ним, вы знаете, он уже много лет не давал никаких интервью, но последнее интервью, которое он дал англоговорящему репортеру, репортеру западных СМИ, это было похоже на многие другие интервью, которые он давал репортерам западных СМИ. Сын Майкл Уоллеса взял у него интервью в том же духе. И все это было о нем самом. Я хороший человек, а ты плохой. И я просто чувствую, что это самый утомительный и бесплодный вид собеседования. Дело не во мне. Я не думаю, что я особенно хороший человек. Я определенно никогда не утверждал, что я такой, но люди могут выносить свои собственные суждения. И еще раз повторяю, единственное суждение, которое меня волнует, это моя жена, дети и Бог. Так что я просто не заинтересован в том, чтобы доказывать, что я хороший человек. И я просто хочу услышать его мнение. И у меня было много. Я имею в виду, ты должен это увидеть. Я почти никогда не записываю вопросы, но в данном случае я это сделал, потому что у меня было несколько месяцев. Ну, в общем, у меня было три года, чтобы подумать об этом, когда я пытался записаться на собеседование, которое я провел сам. Но все они были посвящены внутренней политике России и Навальному. И у меня было много, на мой взгляд, действительно хороших вопросов. А потом, в последнюю секунду, вы принимаете эти решения, как вы знаете, поскольку вы часто проводите собеседования с людьми, часто вы принимаете их на лету. И я подумал, нет, я хочу поговорить о вещах, о которых еще не говорили, и которые, как мне кажется, важны в определенном смысле. Всемирный исторический смысл. И на первом месте среди них, конечно же, стоит война и ее значение для всего мира. Так вот, я придерживался этой точки зрения. Я имею в виду, что мог бы и спросить. Я действительно спрашивал о Гершковича, которого мне было жаль, и я хотел, чтобы Путин передал его мнение. И я был оскорблен... Гершкович — это тот журналист, которого атакер предложил забрать с собой. Он говорит, давайте... Ну, который у нас сидит... Ну, в местах не столь отдаленных, он как бы сидит, ну, за что я наш? Вот это он его имеет в виду. ...что он этого не сделал. Я подумал, что его доводы абсурдны. Ну что же, мы хотим обменять его на кого-нибудь. Я сказал, разве это не делает его заложником? Ты же знаешь, что, конечно же, так оно и есть. Но кроме этого, я действительно хотел, чтобы это касалось того, что я считаю наиболее важным. Люди могут судить о том, хорошо я поработал или нет, но это было мое решение. В тот момент, что подсказывала тебе интуиция, не хотел ли ты задать несколько сложных вопросов в качестве продолжения по определенным темам? Я не знаю, что бы это значило, задать сложный вопрос. Я полагаю, что они могли бы задать уточняющий вопрос. Я просто хотел, чтобы он заговорил. Я просто хотел услышать его точку зрения. Опять же, я, наверное, задал больше идиотских вопросов, чем любой другой живущий американец. Лекс, конечно, меня правильно подметили. Я мудак по своей надуе. И поэтому я этого не делаю. Я просто чувствую, что на данном этапе моей жизни... Так, слушайте, я тут читаю. Не знаю, как этот искусственный интеллект привел такое слово. Даже не берусь обсуждать. Я сомневаюсь, что там прям есть такой эквивалент вот этого слова на букву М, который он произнес. Ну, как бы, пусть будет так. Показывать, что я могу, например, ответить на вопрос Владимира Путинова. Конечно, конечно. Ты знаешь, я думаю, что если бы мне было 34 года, а не 54, я бы точно так и поступил. Потому что я бы подумал, что это действительно касается меня. И мне нужно проявить себя и все такое прочее. Нет, сейчас идет война, которая разрушает экономику США таким образом, что люди не понимают ее масштабов. Американские доллары уходят. Конечно, в конечном счете это было неизбежно, потому что умирает все, включая валюты. Но эта смерть, этот процесс смерти был ускорен в геометрической прогрессии и поведением администрации. Процесс смерти, здесь он имеет в виду смерти доллара. Потому что продолжают его печатать. Чем больше печатают, тем больше инфляция, и тем больше он обесценивается. Родцы Байдена и Конгресса США, особенно санкциями. И люди не понимают, каковы будут последствия этого. Последствия это бедность в Соединенных Штатах, ясно? Итак, я просто хотел перейти к этому. Потому что я подхожу к этому не с глобальной точки зрения, а с американской. Итак, ты упомянул Навального. После того, как ты ушел, Навальный умер в тюрьме. Такер, да. Что ты думаешь о его смерти? Нет, вы представляете, да? Какое совпадение? Только что вышло шикарное интервью, которое просмотрело, говорят, полтора миллиарда человек просмотрело интервью Такера с Путиным. В стране все нормально, взяли Авдеевку. Экономика в очень хорошем состоянии, гораздо лучше, чем ожидали. Вышли статистические данные о том, что продали нефти гораздо больше, чем предрекали. Все остальные, даже из-за санкций, говорили, что нефти не будет. Оказалось, что продали нефти гораздо больше. И вдруг только улетает Такер. Все говорят только интервью с Путиным. Куча позитивных была со стороны всех консервативных американцев. Очень много вышло реакций. Очень много вышло видео. Каждый блогер, каждый блогер рассмотрел даже в Твиттере, я была как раз в этот момент, в Твиттере за несколько дней до интервью просто были живые стримы самых-самых известных таких вот политических блогеров, аналитиков, которые только говорили о том, что будет интервью Такера с Путиным. Потом в живом эфире обсуждали все известные блогеры, все известные политические деятели. Это интервью. Обжевывали каждое слово. Все следствия массовой информации США обжевывали каждое слово этого интервью. Обсасывали. И потом неделю после этого. И вдруг ни с того ни с сего, значит, это все перебивается тем, что помирает Навальный. То есть как бы, ну Путину вообще никакой совершенно пользы вся эта фигня не принесла. Ты только сначала на высоком уровне? Ну что же, это ужасно. Я имею в виду, представь, что ты умираешь в тюрьме. Я много думал об этом. Я знал многих людей, которые сидели в тюрьме, в том числе и моих очень хороших друзей. Так что мне сразу стало грустно из-за этого. С точки зрения геополитики, я больше ничего не знаю. И я смеюсь над этим и отчасти возмущаюсь, но в основном нахожу забавными заявления американских политиков, которые на самом деле являются самыми тупыми политиками в мире. Это произошло, и вот что это значит. И это похоже на то, что на самом деле мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, что произошло. У нас нет ни малейшего представления о том, что произошло. Мы можем сказать, и я уже говорил, и повторю еще раз, я думаю, я не думаю, что вам следует сажать оппозиционеров в тюрьму. Я действительно так не думаю. Я так не думаю, и точка. Такое часто случается по всему миру. Как ты знаешь, это происходит и в нашей стране, и я против всего этого. Но знаем ли мы, как мы умерли? Короткий ответ, нет, мы этого не знаем. А теперь, если бы мне нужно было угадать, я бы сказал, что убийство Навального произошло во время Мюнхенской конференции по безопасности в разгар дебатов о выделении в Украине 60 миллиардов долларов. Может быть, русские просто тупые. Я совсем не уловил этой атмосферы. Я этого не понимаю. Но может быть, они его убили. Я имею в виду, что они, конечно, посадили его в тюрьму, против чего я категорически возражаю, но вот что я точно знаю, так это то, что мы этого не знаем. И вот, когда Чак Шумер встает и говорит «Ура!», Джо Байден читает перед ним какую-то открытку со строчками о Навальном «Это что-то вроде». Мне позволено смеяться над этим, потому что это абсурд. То есть, понимаете, тут как бы такое странное совпадение. В это время вот это были дебаты не в Конгрессе США, а в Сенате США о выделении вот этих 60 миллиардов долларов в помощи Украине. И как бы Сенат принимает «Да», а Конгресс говорит «Мы вообще не будем это рассматривать. Вот эту всю помощь Америке, извините, Америке-Украине мы не будем рассматривать». И тут, и в то же время идет позитивная волна в сторону Путина. Позитивная волна в сторону вообще России. То есть, посмотрите, какая красивая Россия. Вот метро там, да, вкусные это бургеры, вот эта вот вкусная точка. То есть, просто говорю, ну ни о чем больше, вот несколько дней до интервью, во время и после не говорили. То есть, я постоянно отслеживаю все средства массовой информации США. Я читаю, что в Твиттере происходит, что телеграм-каналах американских происходит. Я смотрю все новостные выпуски. Ни о чем не говорили, кроме бытов. И была очень позитивная волна, очень позитивная волна по отношению к Путину, по отношению к России. Вот. И в это же время пытаются, значит, они утвердить, протащить вот этот вот 60 миллиардов помощи Украине. И в этот момент, как-то неожиданно помирает Навальный. И все, просто все средства, все информационное поле только переходит про Навального. Они про все, забыли про интервью, опять пошло Путин-убийца, опять Путин убил Навального, посмотрите на эту диктатуру. И вот это все опять, то есть все позитивное, что было после интервью с Тайкером, оно перечеркнулось вот этой вот смертью Навального. Много интересных идей о том, был ли он убит и кто его убил. Тайкер, да. Потому что это мог быть Путин, а мог быть и кто-то в России, кто не является Путиным. Да. Это могли быть украинцы, потому что это пошло бы на пользу войне. Они убили дочь Дугина в Москве, так что да, это возможно. И это может быть, я имею в виду, что Соединенные Штаты также могут быть вовлечены в это. Я не думаю, что мы убиваем людей в других странах, чтобы повлиять на результаты выборов. О, подожди, нет, мы делаем это часто и уже 80 лет. Вот видите, это тот момент, о котором я говорила в начале стрима, что можно было вот в этом месте отрезать, да, и было бы, что мы, американцы, мы не предпринимаем каких-то влияния на выборы в других странах, да. А отрезали вы там месте. А Тайкер говорит, о, подождите, да, мы это же делаем, мы постоянно это делаем, постоянно влияем на выборы в других странах. И это постыдно. Я могу сказать это как американцы, потому что это мои деньги, записанные на мое имя. Сейчас, секундочку, в чате мастер наш дорогой пишет, что наши госслужащие тоже виноваты, они должны были лучше следить за безопасностью Навального. Слышите, в США в тюрьме этого Джеффри Эпштейна, да, вот этого вот известного товарища, не товарища, да, его, он умер в этой тюрьме, было 24 часа в сутки, камера, видеокамера, 4 охранника стояла, и тем не менее он якобы покончил жизнь самоубийством, да. То есть, если нужно каким-то средством вот этим вот английской разведки или американской найти, ну, понимаете, как ты не охраняй, все равно могут найти нычку, да. Например, это мог быть какой-то такой же арестованный, как и Навальный. А он мог его, например, там, не знаю, ему дали какую-то капсулу, или может какой-то, знаете, ну, что-то на руке, да, что мог просто дотронуться там до кожи, на кожу что-то пошло, и все. Или, знаете, шел, допустим, если они знали, что у него было слабое сердце. Потом, ну, американцы уже, естественно, тут же вытащили конспирологию о том, что у него было 4 прививки Пайзера, а может быть у него из-за Пайзера. Ну, совпадение опять слишком. То есть я могу поверить, что он мог от Пайзера, как бы, да, у него вот этот тромб оторвался. Но то, что именно в этот момент, когда, ну, вообще невыгодно было, чтобы он умирал. То есть России, Путину, вот кому больше всего было невыгодно, чтобы он умирал в это время? Это было вот Путину. Об этом никто не думает. Понимаете, когда спрашиваешь их, а какая была, ну, цель Путина, чтобы его убивать в Навального именно в этот момент, за месяц там до выборов, допустим, да. Для чего? Никто не может объяснить, для чего. Просто потому, что он кровожадный. Вот Путин кровожадный, вампир, поэтому он его там убил в тюрьме. Без всякого, как бы, логического объяснения, для чего это понадобилось. Ну, вот, глядите, то есть охраняли. А вот они ходили, гуляли в дворике. Там во дворике он гулял, да, этот Навальный. Мог подойти какой-нибудь, ну, допустим, если знали, что у него слабое сердце, что-то. Могли сказать, знаешь, там, ударь его вот так вот локтем там в область сердца сильно. И, может быть, они знали уже, что вот такой удар может повлиять на что-то. А может быть, те, которые люди в этом были, вот, в бригаде спасателей, которые там реанимировали его, да, может, они его там довели. То есть, если захотят, длинные руки, вон, Дугина убили, да, дочку, как бы, на ровном месте. Этого убили у нас, этого журналиста, да, татарского. Как ни охраняй, он и говорит, Джеффри, а этого еще, Джона Макафи. Джон Макафи, он вообще себе, вы знаете, он татуировку сделал на руке. Я себя не убью, я себя не убил, я себя не убью. Его арестовали, он, Макафи, кто он такой, если вы не помните, он был создателем антивирусной программы Макафи. И он очень популярный в Америке, очень многие компании пользуются именно его антивирусной системой. И он говорил в свое время, что он предоставлял антивирусную систему для правительства США, и его системы стояли у Клинтон, у Буша, у Обамы на компьютерах. И он через свою эту антивирусную систему скачивал кучу данных себе. И он типа того, что много знал. И его арестовали и посадили в тюрьму в Испании. И он писал везде, я себя не убивал, на лбу буквально татуировку сделал. Я себя не убью, я себя не убивал. И что вы думали? А, Джон Макафи умер в тюрьме. Вот так. Так что, кому надо, те найдут, как это сделать. Я действительно оскорблен этим, и я никогда не думал, что это правда. И еще раз повторяю, я намного старше тебя. И вот так я провел время, когда мое мировоззрение определялось холодной войной. И именно об этом мы говорили в доме, где я жил в Джарджтауне, штат Вашингтон, округ Колумбия. И да, в то время я был левым. Я не знаю чокнутого профессора Массачусетского технологического института, которого я никогда не уважал, которого, как я знаю, ты брал интервью, и так далее. Как всегда говорили крайне левые, правительство Соединенных Штатов вмешивается в другие выборы, и я просто отмахнулся от этого как от глупости и фактически как от клеветы на мою страну. Но в любом случае, все это оказалось правдой или по существу правдой. И осознание этого стало для меня настоящим шоком в зрелом возрасте. Но в любом случае, что касается Навального, послушай, я не знаю, но мы всегда должны действовать на основе того, что мы действительно знаем, то есть на основе правды, познаваемой истины. И если у вас есть целый политический аппарат, который принимает важнейшие решения на планете, основываясь на вещах, которые являются... Вот за что я уважаю Такера, и за что его очень сильно уважают в США, за то, что он говорит, ну, у него мозги есть. И он молодец в том плане, что все 99% средств массовой информации говорят, Навального убил Путин. А он, видите, говорит, мы не знаем, и вообще, выгодно ли это было Путину, зачем было бы делать это Путин. Если это чушь или ложь, то вы каждый раз будете получать плохие результаты. Так бывает каждый раз. И именно поэтому мы находимся там, где находимся. Тебя не беспокоит, что по сути самый известный оппозиционер в России сидит в тюрьме? Ну, конечно, это так и есть. Конечно, меня это беспокоит. Я имею в виду, что это беспокоило меня, когда я попал туда. Это беспокоит меня и сейчас. Мне было грустно. Причем еще добавлю, что в США, да, и вообще вот Англия тоже. То есть я смотрю все средства массовой информации. Там BBC, это вот эту английскую. CDC, это канадская. Австралийский там Sky News. Ну, в общем, все англоязычные, скажем так, да, западные средства массовой информации. Почему-то они вот вешают лапшу людям, да, гражданам, что Навальный был какой-то суперкрутой оппозиционер. Ну, буквально как вот Трамп по сравнению с Байденом. Но он же близко, но он и близко не был такого масштаба фигуры, как они рассказывают, понимаете? А люди откуда будут знать? Они же не смотрят наши, ну, там, РТ у нас закрыто уже, да. То есть, слава богу, что Илон Маск купил Твиттер, сейчас РТ хотя бы открыто в Твиттере. А в Телеграм-канале РТ до сих пор закрыто, да, это Russian Today. А где еще брать вот эту информацию, если постоянно льется из всех утюгов, что Навальный был просто огромной фигурой. Он был просто таким лидером оппозиции. Ну, величина, ну, даже не Жириновский, а я говорю, Жириновский, наверное, там, Жириновский, потом всю партию прибавьте, всех этих независимых. Ну, я даже не знала, кого. Ну, вот величина Трампа, вот такая вот величина была у Навального. То есть, за него, типа, там стояло горой 99% россиян. Вот представьте, вот такую вот чушь-месу. Да, я имею в виду, что это один из основных показателей политической свободы. Вы сажаете в тюрьму людей, которые выступают против вас? Вы сажаете в тюрьму людей, которые представляют для вас физическую опасность? Я имею в виду, что в таких вещах есть доля субъективного принятия решений. Однако общая картина такова. Да, у вас есть лидеры оппозиции в тюрьме. У нас политически несвободное общество, и Россия, очевидно, таковой не является. И, как я уже сказал, мой друг детства, американец, который на самом деле был замечательным человеком, живет в России со своей русской женой в Москве. И я с ним поужину. Он очень уравновешенный парень. Абсолютно неполитивый. Это он не Сноудена имеет в виду? Потому что можно как бы по параметрам на Сноудена похоже. Но подумать о том, что Сноуден друг Такера, и он с ним ужинал, трудом можно поверить, потому что как бы разного поколения они, да? Но русская жен... А что, он живет там с женой? И он его знает? Не Сноуден ли это был? Может, он скажет? Говорит по-русски, любит своих многочисленных русских детей и культуру. И здесь есть за что любить. Это культура, которая породила Толстого. Это не заправочная станция с ядерным оружием. Извини, но только полный идиот сказал бы, что это очень глубокая культура. Это он имеет в виду, как вот говорят, честно, Россия, это бензоколонка с ядерным... А перевел искусственный интеллект в заправочной станции. Он имеет в виду, как говорят, бензоколонка с ядерными вайлголовками. Я, конечно, не до конца понимаю ее, но я восхищаюсь ею. А кто бы этого ни спросил его, каково это жить здесь? И он ответил, это здорово. Москва бесспорно великий город. Он сказал, тебе не стоит вмешиваться в российскую политику. И я спросил, что? Он сказал, ну ты можешь пострадать. Ты можешь стать таким же, как Навальный, если ты это сделаешь. Но кроме того, это слишком сложно. Русский менталитет не совсем такой, как у населения. Это западный европейский город, но он не совсем европейский. И образ их мышления очень-очень сложный. Очень сложно. Это просто слишком сложно. Просто не вмешивайся в это. И я бы просто сказал две вещи. Во-первых, я не уверен, я имею в виду, что я не знаю. Но у меня сильное ощущение, что смерть Навального, кто бы это ни сделал, вероятно не имела отношения к многое, связанное с предстоящими выборами в России. Из разговоров с Путиным и окружающими его людьми, у меня сложилось впечатление, что они на самом деле не зациклены на этом. Я имею в виду, что на самом деле я спросил одного из его главных советников, когда состоятся выборы, и она посмотрела на меня в полном замешательстве. Она не знала дату выборов, ясно? Она сказала, что сейчас март. Все в порядке. И я спросил кучу других людей в Москве, против кого баллотируется Путин, как будто никто не знал. Значит, это не настоящие выборы, верно? В том смысле, в каком мы их вообще признаем. Во-вторых, я был действительно поражен столькими вещами в Москве, и действительно обеспокоен, глубоко обеспокоен многими вещами, которые я там увидел. Но одна вещь, которую я заметил, это полное отсутствие пропаганды культа личности, которую я ожидал увидеть и видел по всему миру. И Ордания, например, я не знаю, бывал в этой... То есть, видимо, он думал, что как в Китае у нас, про портреты этого Си Цзиньпина, Мао Цзэдуна и так далее, там, наверное, заклеены все средства массовой информации, все билборды, все улицы, наверное, заклеены Путиным. Да, он это, наверное, ожидал. Продолжение следует...